Страшное предупреждение о том, что пиратство наказуемо окружает нас со всех сторон. Не успеешь запустить игру, как на тебя высыпаются горы лицензионных соглашений и прочих формальностей. Как будто ты в этот момент не отдохнуть собираешься, а кредит оформляешь. Но кроме шуток, это серьёзная тема, которая несёт вред разработчикам и за которую может покарать закон. Звучит достаточно внушительно, чтобы узнать, как это вообще работает, чем вам грозит нелегальный фотошоп и насколько упоротыми могут быть наказания за пиратство. Сегодня суд IGM в составе сценариста Максима Астанина, диктора Антона Киреева и монтажёра Дениса Захарьева рассмотрел данную тему. Можете не вставать, лучше проверьте подписку и включённое уведомление. А мы начинаем. Думаю, седьмой выпуск – подходящее время, чтобы рассказать, как вообще связаны морские разбойники и современные любители нелегальной халявы. Есть известная история про то, что весной 1964 года радио «Кэролайн» начало вещание с корабля, стоящего на якоре в нейтральных водах у берегов юго-востока Англии. Музыка была крутая, радиостанция всем нравилась, но был нюанс в виде отсутствующих лицензий на музло. Схема многим понравилась, ведь арендовать один корабль куда проще, чем получить лицензию на музыку. В итоге вокруг британского побережья собралась целая пиратская радиоармада, переименовавшая слушателей с BBC и запоздала, спровоцировавшая принятие закона о морском вещании. Он прикрыл лазейку в законодательстве для большинства таких радиостанций, за которыми закрепился эпитет «пиратские». Хотя вообще слово в таком значении можно было услышать и раньше. Например, еще аж в 1879 году английский поэт Альфред Теннисон в предисловии к своей поэме «The Lovers' Tale» написал, что ее части были безжалостно спирачены. Но все это про музыку, литературу, а мы тут собрались для чего-то более виртуального. Во все том же первом выпуске, люблю его, в качестве официального появления компьютерного пиратства мы обозначили 1980 год. Так вот, что там случилось? Чуть ранее, в 1976 году, Конгресс США принял закон об авторском праве. Он был хорош, но уже через 4 года законодатели подумали и приняли поправки. Там было указано, что компьютерная программа – это набор утверждений или инструкций, которые должны использоваться прямо или косвенно в компьютере для достижения определенного результата. Ну и, конечно, что программы теперь тоже защищаются авторским правом. Звучит, конечно, не слишком грандиозно. Ну, написали они, что такое программа, и что с этого. Но с точки зрения закона это значило, что теперь такое понятие и есть. Мы точно можем сказать, что является и не является программой, а главное, какое наказание прилетит за пиратство. Естественно, определения, как и защита, были неидеальными. Но это уже не ее отсутствие вообще. У нас же все было еще менее расторопно. В бывшем СССР обсуждение правовой охраны программ началось еще в 70-е года. Но, видимо, это было очень увлекательное обсуждение, потому что законы о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных и об авторском праве и смежных правах появились только в 1992 и 1993 годах соответственно. Суммарно они обозначили, что программные обеспечения для ЭВМ и базы данных должны охраняться так же, как произведения литературы. Так что цените программистов, они не только работяги, но еще и авторы произведений. Справедливости ради отличия все же существуют. Например, отмечается, что программы преимущественно используются в сфере управления, производства и бизнеса, в то время как литература призвана удовлетворять эстетические потребности людей. Соответственно, на код смотрят все-таки не как на что-то красивое, а как на что-то прибыльное. Примерно такой подход и просуществовал до наших дней. С поправками, конечно, редакциями, ну и в целом законы утратили силу, а их содержание переехало в четвертую часть Гражданского кодекса. Но да, все еще как произведение литературы. Кстати, определение программы достаточно сильно отличается от американского. У нас это... Объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Электронных, Карл, вычислительных машин. Жин. Обязательно напишите в комментариях, в каком году вы последний раз слышали этот термин на полном серьезе. Ну, вкратце самую сложную часть разобрали. Теперь о том, зачем наша команда через ролик напоминает, что не поддерживает пиратство, да и в целом, почему это плохо-то. Казалось бы, мы могли жить в дивном, прекрасном мире, где ты заходишь в Стим, а там все бесплатное. Хочешь, свежий ААА запускаешь, хочешь, новый трешняк на дно Стима собираешь, красота же! Но нет, за это почему-то штрафуют, сажают или еще хуже выключают монетизацию видео. Начну с главного. Пиратство может нанести ущерб индустрии программного обеспечения. Работяги пашут свои честные пятидневки, стараясь предоставить нам полезный софт и веселые игры, а пираты буквально уменьшают их доходы. Мало того, что желание создавать новые штуки от этого, мягко говоря, не растет, так еще и становится сложнее содержать команду разработчиков. Сейчас прозвучат для многих очевидные вещи, но я даже в своей практике сталкивался с людьми, не до конца понимающих, а что там эта разработка стоит? А все же просто. За аренду офиса нужно заплатить, с закупкой обслуживания компьютеров стоит денег, ну и те самые печеньки и фрукты на кухне из объявлений с вакансиями тоже не бесплатные. Больше того, можно вспомнить про зарплаты программистов, художников и прочих замечательных людей, которые трудятся над проектом вполне себе исчислимое количество времени. А из этих двух цифр очень просто посчитать стоимость как всей программы, так и каждой функции и кнопочки в ней. А раз так, то есть затраты на работу, которые надо отбить, прибыль, которую собирается получить компания, и пираты, которые буквально уменьшают эти доходы. Понятно, что, когда речь идет о гиганте вроде Майкрософта, один украденный Windows звучит смешно. Однако, если представить, не побоюсь этого слова, миллионы нелегальных установок Винды, то даже для майков это, ну, несколько неприятно. Также обстоят дела с доходами и расходами у IGM. И ваша поддержка нас на бусте существенно помогает нам держаться на плаву. Так что всем нашим бустерам спасибо. Остальным напоминаю, что подписаться можно всего за 100 рублей в месяц, что не только поддержит нас, но и даст вам доступ к куче эксклюзивных роликов. С подпиской за 300 рублей вы попадете в наш уютный чат в Телеграме с авторами, где мы обсуждаем буквально все на свете. А с максимальной подпиской за 990 еще и сможете глянуть подкасты с нашей командой. Все это ждет вас, как обычно, по ссылке в описании. Для пользователей вроде бы все радужно, не считая абстрактной перспективы закрывающихся студий, но есть и ощутимые минусы. Самый наглядный – это распространение вирусов и прочих вредоносных программ вместе с нелегальщиной. Ни одна команда разработчиков не позволит себе оставить в файлах продукта что-то страшнее пасхала. А вот в плане пираток я могу вспомнить Dynasty Warriors 4, который нигде долгое время не получалось купить. Я пытался скачать пиратку, но буквально каждая скачанная версия содержала вирус в экзе-файле игры. В итоге пройти ее я смог только через несколько лет, когда случайно в магазине наткнулся на лицензионный диск на PS2. Игра, к слову, шикарная. Так что в краткосрочной перспективе в определенных обстоятельствах пиратство может даже приносить пользу. Нинтендо вот не даст соврать. Но на долгой дистанции каждая украденная копия условного Sony Vegas'а вредит индустрия в конечном счете и всем пользователям. Ничего удивительного, что за это радостно набутыливают. К слову, надо бы рассказать, чем грозит товарищ майор. У нас наказания за пиратство разбросаны по разным кодексам. Там все просто. Гражданский кодекс в своей статье 1301 требует возместить ущерб или выплатить компенсацию на выбор жертвы пиратов. Причем это может быть как установленная судом сумма от 10 тысяч рублей до 5, мать его, миллионов, так и двукратный размер стоимости пиратского тиража или права легального использования произведения. Административный кодекс в статье 7.12 требует заплатить штраф. Вряд ли нас смотрят юридические лица, так что наказание для них пропущу. Обычным смертным же придется заплатить полторы-две тысячи рублей. Плюс у вас конфискуют используемое оборудование и все напераченное. Ну и уголовный кодекс, куда без него. Виселица флебустеру, конечно, не грозит, но статья 146-я обещает пригласить уже полноценного преступника выплатить штраф до 200 тысяч рублей, отработать 480 часов или отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Широкий выбор возможностей, что тут сказать. Что из этого диапазона грозит конкретному злодею, зависит от размера ущерба от его действий. Кроме того, пирата может бонусом догнать одна из статей главы 28 УК РФ. Там формулировки достаточно размыты и местами содержат пробелы. Так что, если в двух словах взлом приставок, создание прошивок и тому подобное засовывание носа туда, куда вообще-то нельзя, могут легко улететь в одну из этих статей в зависимости от деталей. Наказание плюс-минус в том же диапазоне, поэтому не буду повторяться. При этом всем важно отметить, что, по крайней мере, пока что сюда не входит просмотр спиратченных фильмов онлайн или прослушивание аналогичной музыки. Но вот их хранение, установка программ, скачивание нелегальщины через торрент и особенно взлом приставок все это дает законное основание пригласить гражданина пройтись до участка. В других странах все еще интереснее. Например, если вам показалось, что у нас слишком уж суровое наказание, то приглашаю вас в Японию. Знаете, аниме, суши и до 10 лет тюрьмы или штраф в 10 миллионов иен за пиратство. Товарищ майор Сан, скажете вы, но я только скачал. Ну, это другое дело. Тогда до двух лет лишение свободы или 2 миллиона иен штрафа, что равняется миллиону с копейками рублей. Франция к вопросу подошла еще интереснее. У них некоторое время действовал закон трех ударов. По нему провайдеры следили за лицензионностью скачиваемого пользователем и отсылали ему до трех предупреждений. После третьего ата-та пират не только платил штраф, но еще и отключался от интернета. Бан по причине пират звучит еще как круто, но пользователи тут же вспомнили про ВПН и прочие способы скрыться. И в итоге закон признали неэффективным. С другой стороны, такое получилось провернуть в США, где провайдер может вежливо посоветовать не творить фигни, снизить скорость, ну или отключить от сети. Правда, для пользователя этим все и ограничивается. Если у вашего админа хорошее настроение, то наслаждайтесь своим скачанным сторантом Microsoft Office. А вот раздающий это дело рискует присесть на срок от трех до пяти лет, а в случае рецидива, то есть повторного преступления, и до десяти. Похожая штука с рассылкой писем счастья существует и в Великобритании. Причем в последнее время их разослали даже тем, кто включал незаконные стриминговые сервисы. Например, пиратские трансляции английской премьер-лиги по футболу. Верхние границы наказания звучат убедительно. До десяти лет тюрьмы или до пяти тысяч евро. Просто напомню, что это примерно четыреста тысяч рублей. А в Германии за порядком вообще следит Большой Брат. Там провайдеры хранят килотонну данных пользователей, а правообладатели могут законно их запросить в случае пиратства. И когда условный Тодд Говард знает, что лично ты, Вася Пупкин, спер его Скайрим, то требования заплатить компенсацию отправить достаточно легко. Что самое интересное, эти требования действительно выполняют, причем при настолько открытой жизни я бы тоже не стал качать права. Еще один чисто германский прикол — огромное количество пропаганды. И все бы окей, но показывают ее чаще всего как раз законопослушным жителям. Например, это может произойти в начале сеанса в кино или запуске лицензионного диска. Всех это бесит, поэтому по иронии такая пропаганда имеет противоположный эффект. Кстати, о пропаганде. Как обстоят дела с пиратством в Китае? Там есть специфика в виде по уши зацензуренного интернета. Спиратить что-то извне, мягко говоря, сложновато из-за железного занавеса. Внутри страны же долгое время на пиратов забивали болт. Но после тонны претензий со стороны других стран начались периодические кампании по, так сказать, депиратизации пользователей. Как минимум, сейчас там легальный контент найти проще, чем пиратский, хотя раньше было наоборот. Ну и распространителей контента само собой не жалуют. До семи лет заключения или до двухсот пятидесяти тысяч юаней, то есть два с копейками миллиона рублей штрафа. Как вы могли заметить, в среднем пиратам грозит примерно одно и то же в разных странах. Хреново гора штрафа и не огромный, но существенный срок. Но есть исключения. Ярким примером этого может служить Египет. По статистике там насчитывается сорок миллионов интернет-пользователей. Но законодательство не слишком справляется с регулированием сферы. Как итог, за нарушение авторского права, в том числе и в нашей сегодняшней области, придется заплатить от пяти до десяти тысяч египетских фунтов. Фунты звучат дорого, скажете вы. Ага, это примерно двадцать пять тысяч рублей, скажу я. Но можно и за решетку попасть на целый месяц. Представляете, сколько роликов на IGN пропустите? Просто жесть. Так что не во всех странах правообладатели достаточно хорошо защищены от виртуальных морских разбойников. Поздравляю всех переживших лекцию. Осталось только упомянуть самое важное на сегодня. Часто в разговоре про то, что пиратство не только вредное, но и наказуемое, можно услышать, что мол, мне это не грозит, и вообще я всего одну приставку прошил. Ну что ж, давайте очень бегло пробежимся по актуальным и не очень новостям. Житель Саратова получил 800 рублей от заказчика и срок в полтора года за взлом Microsoft Xbox 360. Определенно того стоило, я считаю. Житель города Липецк едва не присел за взлом PS3, но отделался штрафом в 20 тысяч. А вот уже через год его земляку и коллеге повезло меньше. Год тюремного заключения и штраф в 15 тысяч. Вот владелец пиратского онлайн-кинотеатра получил два года условно. Ну, вам такой, конечно, вряд ли грозит. А вот раздача нелицензионного софта в локальной сети дело житейское и осуждаемое. Например, на 1 миллион 147 тысяч рублей и условный срок в два года и три месяца. Эксперты могут сказать, пардон, уважаемые, мы в новостях еще не такое читали. Но, увы, это грустная действительность, которая подтверждается поиском судебной практики по теме. Просто однородный текст приговоров выглядит в видеоряде не так красиво. Главное, что таких дел достаточно много, что как бы намекает о возможности каждого пирата однажды сесть не на мель, а на бутылку. Вот как-то так обстоят дела с виртуальным разбоем у закона. Очень рад, что мой юридический диплом наконец пригодился и надеюсь, что рассказ был достаточно интересным. Само собой, я в некоторых моментах опускал и обобщал детали, но опять же, поверьте человеку, написавшему десятки страниц про эту хреноту, что вы не хотите слушать подробности. Можете дополнить мой рассказ в комментариях. Вдруг кто-то тоже изучал эту тему или даже сталкивался с ней на практике в той или иной мере. Заодно не подписаться на наши прочие соцсети Телеграм, Дискорд, ТикТок, Твич, ВК и, конечно же, Бусти. Увидимся через неделю. Продолжение следует...